Итак, мы продолжаем. Упытливого разума нет границ. И даже в точке Северного полюса заканчивается один маршрут и начинается новый. Сегодня в Биске в очередной раз была приоткрыта завеса тайны. Почему люди становятся путешественниками? Своими секретами с бичанами поделился мастер спорта международного класса, член Томского областного отделения Русского географического общества Иван Кужеливский. Но несмотря на неприятности, опытные полярники Чуков и Кужеливский сочли начало пути удачи. Толстый матерый лед, снег укатанный сильными ветрами, были просто подарком именно в начале пути, когда еще не отработан тарифно-набежинная группа. Затем, как несколько смельчаков в 118 дней шли через Северный полюс из России в Канаду, зрительный зал наблюдал, затаив дыхание. Немой свидетель перехода лыжа, которую Иван Иванович специально привез, чтобы показать бичанам. Сам же из экспедиции всегда привозит тысячи фотографий и столько же уникальных видеокадров. Коллеги-путешественники о нем говорят, снимает так, что запахи передаются. А снимать приходилось и на Байкале, и в пустынях, и в горах. Но сегодня на фото-выставке представлен Север и сильные духом люди. Кстати, Иван Иванович родом из Бийска, и первая юношеская любовь к горам вспыхнула на Телецком озере. С тех пор путешествия не отпускают. Отметим, что встреча с заслуженным путешественником России в Бийске прошла в рамках программы «Вокруг света» с русским географическим обществом. И была единственной в Алтайском крае. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе Иван Кужеливский рассказал, что продолжит свои северные экспедиции. Отказаться от них он не может, ведь Большому Северу он уже посвятил 30 лет. Переоцениваешь смысл отношений с людьми, с семьей. Просто переоцениваешь. Совсем по-другому смотришь на вещи, на отношения. Какие-то казалось, что это такая серьезная проблема. Там, оказывается, пустяк. Вот со стороны вот этих трудностей на севере, со стороны времени, которое там отсутствует, и, собственно, идешь еще не факт, что придешь. Продолжение следует...